Ну, кстати, в драфтах я замечаю, что вот на наш именно трансляции практически начальные баны не меняются. Заходил, успел посмотреть немножко других игр, там какие-то даже есть в этом плане интересные особенности. Здесь вот разве что снайпер, наверное, из совсем необычных вещей, плюс талоны решили, что не хотят они видеть пупея на Чене, потому что с врагами бывает всякое после этого. Действительно, Энигма, Лишерак какие-то уже достаточно стабильные, стандартные для нас баны. Этот Лишерак, он, конечно, очень сильно раскрывается, хотя не все игры может он выиграть, что очевидно. Вот, талоны открываются Doom'ом и Nix'ом. Уже два милишника задел на оффлейн линию. Насколько хорошо сразу показывать линию целиком? Не уверен. А у Team Secret стандартная Марси, и добирают они SF, уже много раз они так играли, с SF в первой стадии. Ну, Team Secret не выдумывают велосипед, играют чем-то, что они показали уже в групповой стадии. Возможно, есть у них еще несколько заготовок на плей-офф, которые они не хотят раскрывать сейчас. И вообще мета очень сильно может измениться к плей-оффу. Банят они Лину. Наконец-то, кстати, вместо наших постных физиономий можно увидеть игроков, как они вообще на стадии драфта себя чувствуют, какие у них эмоции, как они этих героев выбирают и так далее. Видимо, что у Resolution там было настроение крайне хорошее. Пупей максимально сосредоточен на драфтах. Все-таки, я думаю, что для Secret, конечно, эта игра уже практически ничего и не значит. Они уже действительно, как ты и говорил, обеспечили себе место в верхней сетке. Довольно интересно, кстати, что обе команды с квалификацией последнего шанса в итоге смогли добраться до плей-офф. Да, они получили необходимый разгон и, собственно, с этим стартом прошлись по групп-стейджу. Бруду забанили Талоны, тоже персонаж частенько у нас врывается, создает проблемы, и не каждая команда хорошо стоит против нее линию. Бестмастеры Team Secret отправляют в бан. Не хотят они каких-то глобальных ультимейтов, БКБ контроль, скорость атаки для союзников. Ну и в целом, Бестмастер, это персонаж, который, мы как видим, очень неплохо стоит свою линию против разных матчапов. Есть у него разные опции стоять линию. Осталось 5 секунд. Так, что? Что дальше будет у нас? Хорошо, Марси, Шедуфинд. В принципе, довольно стандартный распик в плане того, что ты в случае чего Шедуфинда можешь свапнуть в центр, ты можешь Шедуфинда ставить на легкой линии, как сейчас периодически играют. Опять же, Марси с СФ на линии крайне хороша, может быть. То есть, ты закидываешь замечательно под Кайлы, СФ с удовольствием эти Кайлы раздает. Может быть, Думу будет не так просто пробивать, он все-таки довольно толстый персонаж. Никс где-то может подсейвить себя через Карапаси. Но, в общем и целом, линия довольно любопытная. У Сикрета можно ей прям пойти развалить. Да, и посмотри, талоны проходятся по персонажам Резолюшена. Действительно, в хорошей форме сейчас находится Рома. Видим от него перформанс на той же самой оффлейн Миране. Очень уверенно он на ней играет, показывает и хорошие показатели. И в целом на линии неприятно против него играть. Марси и Мирана тоже достаточно приятная линия. Забанили Team Secret Valor. Не хотят каких-то глобальных ультимейтов. Ну, так знаешь, так смотришь на Дума, Никса и Даунбрекера в одном драфте. И пикаешь андаинга. И уже как будто бы страдает одна из этих линий. Но решили они убрать Даунбрекер. Не увидим мы ее в этом матче. И у талонов последний бан во второй стадии. Что бы им подбанить тут такого? Может быть какого-то хардкерия, какого-то морфинга, может быть Террор Блейда. Чем они сами хотят играть? Это если МК решили забанить. В зависимости от того, опять же, куда захочет пойти СФ у Team Secret. Это же может быть и Кэрри СФ, это может быть Медовый СФ. Почему нет? Мне кажется, что Ниша, что Кристаллис отыграют без проблем на этом персонаже. Талон забирает себе Энчантрас. Энчантрас, кстати, один из персонажей, на котором Пупей себя чувствует довольно вольготно. В принципе, вот для Пупея всякие Чены, Инчи, Вичдокторы, ЦМки. Что-то такое, мне кажется, самые адекватные варианты. Марси в связи с этим, кстати, может быть и четвертой позиции. Поглядим, как это будет работать. Ну, есть некоторые размышления у Team Secret. Чем же открыться во второй стадии? Вичдоктор, пожалуй, неплох. Уже есть два милишника, уже есть Энчантрас, которая будет там приручать крипов. Дополнительно Вичдоктор будет замедлять пуш противника. В принципе, и комбинация с ССФом какая-никакая есть. Там накинул Маледикт, посадил на ЗХЦ, и уже твой противник потерял кучу ресурсов. А с третьего уровня, кстати, так и помереть можно на линии. Но, тем не менее, раздумывают. Все-таки даже тратят дополнительное время Team Secret над своим третьим драфтом. И поглядим, чего же в итоге захотят. Тут, собственно, двойной пик. Плюс ко всему не завершающий драфт у команды Пупея. А это значит, что, может быть, сейчас откроют второго кора, такого серьезного. Таск. Таск, на котором Заяц играл довольно много. Если мне память не изменяет, значит, это, скорее всего, Марси пятерка. Либо, может быть, Марси тройка даже какая-то. Поглядим. Все-таки Марси, мне кажется... Ну, из того, что я успел посмотреть, Пупея на Марсе не очень много. Если играл, то не очень много. Может быть, я где-то, конечно, что-то пропустил? Слушай, а если память не изменяет, то вот на Марсе тройке как раз Резоль играл. И Сэмочка у нас появляется, скорее всего, как раз этот персонаж для Пупея. И потенциально мы видим Харду. Тускар плюс Марси. Но знаешь, вообще на Тускаре видел я матчапы в меду. Вот, не помню, играл ли Ниша на этом медовом Тускаре. Так что тут флексовый флекс в очередной раз. Совершенно непонятно, кто на чем будет играть. Ну, разве что Сэмка. У Зайца Тускар один из наиболее наигранных персонажей за последнее время. На Сэмке Пупея чувствует себя довольно вольготно. То есть я думаю, что пара саппортов, она более-менее определена. Сэм, понятно дело, что 1-2. Оставшиеся там, ну, получается, ну, вряд ли единичка Марси будет. И, конечно, было бы любопытно на это посмотреть. Но я думаю, что Сикрет не захотят. Хотя, опять же, им сейчас не очень важен результат карты и матча в целом. Они уже обеспечили себе место в плей-оффе верхней сетки. Они могут экспериментировать как их душе угодно вообще сейчас. Ну, с одной стороны, да. Но вот с точки зрения психологии, мне кажется, ты хочешь разгоняться по турниру. Вообще не сбавлять обороты, показывать крутой перформанс, деклассировать оппонента. То есть вот, ну, прям реально разгоняться, да. Не давать вообще никакого шанса читать карту, осуществлять грамотные передвижения. Вот, чтобы этот вайп сохранялся. А то ты тут аутсайдеру проигрываешь две карты и, знаешь, уже такой червячок сомнений проникает. А действительно ли мы настолько хороши или нам просто повезло. Вот, поэтому не думаю, что будут Сикреты тут рофлить, как-то сдавать позиции. Будут они играть настолько хорошо, насколько это можно. Ну, поглядим. У Сикрета все-таки с приходом резолюшена игра более-менее наладилась. Будем честны, потому что в этом DPC сезоне вообще ничего не показали секретное. И как-то весь год у них игра вообще практически не шла. Да и напоминаю, что отобрались они на групповую стадию вообще с квалификацией последнего шанса. Потому что в региональных квалах проиграли они в финале 3-0 Entity. Забавный, кстати, был момент, когда здесь была очная встреча Entity и Team Secret. В твиттерочке Entity писали, ну что, вы помните, как закончилось предыдущее наше противостояние? И после того, как Team Secret закрыли 2-0, они тут скинули скриншотик, говорят, ну теперь мы помним. Там с баскетболом был скриншотик? Не, с баскетболом был отдельный скриншотик. Это отдельно было. А так, что? У нас Templar Assassin появилась, про которую мы еще не поговорили. Что думаешь про нее? Templar? Да. Первая-вторая позиция. Вот решили от Тролля избавиться. Немножко такой неожиданный, может быть, бан. А в свою очередь, Талоны избавились от Вайпера и от Бэтрайдера. Что, этот Вайпер, это задел какой-то на персонажа с пассивками? Но у них, с другой стороны, ласт пик и могли что-то не прочитать. Team Secret по драфту. Считается ли SF персонажем с пассивками? Как будто бы да. Мне кажется, он собирает БКБ, в какой-то момент не очень боится этого Вайпера. Плюс там Вайпер Незер Токсин может до него не докинуть. Ну, не так много времени остается уже у Пупея для того, чтобы решить все-таки, какой завершающий драфт будет для его команды. Я думаю, они там накидывают разные варианты. Там думают о двух-трех персонажах, кто из них будет лучше заходить. Вон там Хин дает какие-то советы. 7 секунд остается на драфте. 5 секунд. Что это, Герокоптер? Рандом? Нет, это Слардар. Видели мы Слардара Керри от Кристаллиса. Будет ли это такая же игра? Да, скорее всего и будет. Собственно, Кристаллис, по-моему, топ-2 на Слардаре отыграл среди всех последних игр. У него там Морф на первой позиции по пикам. Дальше идет Слардар. То есть, скорее всего, это Марси для резолюшена троечка. Будет Слардар Керри и двойка СФ. Предположительно, как-то так. Ну, в свою очередь, тоже у талонов остается буквально несколько секунд. 4, 3. Тоже успевают они задрафтить. Пикают визажа. Ну, знаешь, вот так вот ты смотришь на персонажей сверху. Смотришь на персонажей снизу. Еще раз смотришь на персонажей сверху. И как-то, вот, как талоны собираются выигрывать эту карту. Опять же, у Сикретов огромное количество контроля, урон, рожь потенциал, инициация. Очень сбалансированный драфт. А драфтом талонов, ну, как-то гораздо, мне кажется, сложнее нажать свои кнопки, чтобы Сикреты развалились. Плюс ко всему, мне кажется, все-таки, что на темпе Сикрет могут здесь поиграть. У них крайне агрессивный с самого начала драфт. Слардар будет бить больно. Марси как-то может бафать или сама бить. ЦМ-ка подконтролить лишний раз. То есть есть чем, в принципе, сражаться. СФ тоже может, если захочет, присоединяться на ранних стадиях. Талонам же все-таки хочется немножко пофармить. Вот дадут ли им это пространство для пофармить? Если честно, я не совсем понимаю. Потому что, ну, визаж захочет себе там что-то, респакт какой-то взять. Да, потом еще органимчик может прикупить, что-то такое. Не знаю, не знаю. Талоны должны будут крайне хорошо попытаться отстоять стадию лейнинга. Потому что если их на стадии лейнинга уничтожат, то потом они уже могут и не закомбечить. Результаты голосования мы видим на наших экранах. 86% зрителей проголосовали за Сикрет. 14% за Талоны Спортс. Присоединяюсь к чату. Чат вы молодцы. Давайте в очередной раз немножко поглорим за команду, которая уже прошла в верхнюю сетку. Тебя не изменить. Тебя не изменить. Знаешь, одни изменения произошли. Я вчера так много Сларка увидел, в том числе в исполнении Матумбы, что сегодня, пожалуй, я готов оставить этого Сларка. Вот. Может он отдыхать. Не будем его преддиктить сегодня в пиках банах. Да, я думаю, что команда уже практически готова. Совсем скоро будем перемещаться непосредственно в саму игру. Напоминаю, что это крайне важное противостояние для Талон. Это их борьба за выживание. Можно сказать, на этом турнире Сикрет же могут, в принципе, по кайфу играть. Не угадал здесь Заяц с возможностью завлощить кью каким-то образом. Опа. Блюз бабки. Приятно, на самом деле, вот такие вот апсы находить. Видели они, видимо, передвижение там талона в их лесу. И смогли раздевардить эти денежки, цемки, ранний сапожок. Вкуснятина. Решил Заяц не качать тактим на первом уровне. Ну, была идея попытаться поймать все-таки противника. И надеялся угадать Заяц с шардами. Но не вышло, как мы видим. Есть уже коэффициенты от B2 на первую карту. 1.55 на Team Secret. 2.40 на Талон. Ну, кстати, довольно равные. Относительно равные коэффициенты. Не забываем, кстати, про фрибет в 1000 рублей по промокоду INK22. Относительно равные коэффициенты для команды, которые борются за выживание. И команды, которые уже в верхней сетке. Встречается ниша Смекота на центральной лиде. Пошли тут уже рейзы по темпларке. Сбивает ей активно рефракшн. Собирается доминировать. Такое противостояние практически классическое. То есть мидеры, вот что ни на есть максимальное понятие мидера. Вот это SF и темпларка, наверное. Мне кажется, одни из самых часто используемых персонажей. Понятное дело, что темпларка сейчас, и SF, кстати, в том числе, периодически и на легкую линию тоже заходят. Но мы, наверное, так вот в умах своих понимаем, что это все-таки больше мидеры. У вас как-то вообще для меня это прям... Ты думаешь, SF думаешь, но это не кэрит мидер. Пересвапались хорошо Team Secret по линиям. Отправили они стоять Слордара против Дума. У Дума там в связи с этим могут быть определенные проблемы. Видим пока, что Слордар немножко не добивает с первых патчек крипов. Вот, но это какая-то нормальная история. SF пока себя на миде чувствует очень комфортно. Ну, а линия тут оттянулась на Кристаллиса, а он спокойно ластхидит крипов. Заяц там развлекает противника. У Слордара уже есть ранний брасерок. Очень ему комфортно стоять с этим брасерком. Развел только что Кристаллис Сэведжа на землю горящую. И теперь линия немножко еще в его сторону подпушится. Тут активно ниша на миде снимает рефракшн. Темпларки начинают настакивать кайлы. Зонит его от крипов, наносит еще какой-то овердэмэдж. Да, все-таки с одной стороны кажется, ну вот что, я эти кайлы пересижу в рефракшне. Нет, там грамотно тычками снимает заряды СФ. Очень сильно зонит темпларку. Но при этом темпларка все равно, понятное дело, добивает своих крипов. Пусть и чаще всего ценой здоровья, собственно. Ну, здоровье поправить можно, а крипов пропущенных уже потом не вернешь. Боится там, на самом деле, на топ-линии. Дум подходить к этому Слардару. Ну, а снизу мы видим, что у Резолюшена тоже какое-то подобие фрифарма. 12 крипов он добил, нападение на Сэведж, закрыли его. Но хороший тут подкопчик от Кью произошел. И расходятся игроки, получая там с Сэведж еще эти настаканные баши. Опять же, да, если бы не этот подкоп, то сейчас могла какая-то дальнейшая агрессия произойти. Все-таки был уже настакан баш, можно было потом подстанить. У Таска была возможность еще как-то помочь в случае чего. Ну и сейчас мы видим, Сэведж здесь прям проседает. Зайц его очень пинает. Закрыли, правда, здесь Зайца, но Сэведжу страшновато дальше танковать. Он решает отойти немного. Очередной подкоп. Кью только пока прицеливается противником. Но Слардару по кайфу. Да, ну да, у него линия максимально простая. Он стоит вообще... Оглядывается, конечно, на противников периодически, но он и своих крипов добивает качественно. У него 9 динаев и 19 уже вражеских крипов добил. Прям очень качественно. Да, и при том Слардар это персонаж, которому там не нужно очень много предметов. Он купит Мом или Саблю. Уже будет готов принимать какие-то командные файты. Будет готов забирать Рошана. Потом доберется до своего Блэкинг Бара. Может быть какой-то Блинк Даггер промежуточный купит. И будет невероятно полезен. Сэвэдж, в принципе, тоже на своем керри-думе будет иметь Нетворс. Нафармит он Мидас. После Мидаса дела пойдут в гору. И Блэкинг Бар и Блинк Даггер быстро появятся. Это ниша наполучал. Неприятно. Повезло, что последняя тычка мисс слоу-граунда прошла Микота. Потому что тогда бы совсем ресурсов было немного. Даже с учетом возможности отпиться бутылкой. При том, что ближайшие руны надо подождать еще больше минуты. Можно было немножко просесть на этой линии. По итогу равное противостояние на центре. 24 на 6, 22 на 3. Там 2-3 крипа туда-сюда не страшно. Мешает Заяц тут делать отводики. Кристаллис в это время в очередной раз мы видим его на фрифарме. Так, пошел. Спринт, нападение. Ага, так, Тим. И... Вообще не должен уходить никуда 23-с. Вообще есть чешарды. Да, есть ферстблат для Кристаллиса по итогу. И это и ферстблат отлично, да. Поймали, заперли. Очень-очень хорошо сейчас для Слардара. Еще лучше ситуация становится. Видим мы, что у него 2700 надворса. Знаешь, так, между шуток, на самом деле, Слардар может не постесняться и сам Мидас купить. Опять же, это скорость атаки. Хорошо скеллится с башами. Вот. Но может он решить и играть достаточно активно, агрессивно. Ну и видим, что он ПТ уже несет себе с базы. Вряд ли это будет Мидас. Но можно было бы пофантазировать об этом Мидасе на Слардаре. Мне кажется, нет смысла затягивать игру. Сикрет могут реально затемповать качественно. То есть, если Слардар возьмет себе сейчас там даггер, а только после этого начнет там сабли, либо КБ, что-то такие делать вещи, то он просто пойдет и будет вместе с Таском уничтожать героев. Если где-то еще подключится Марси или ЦМ-ка, то там тоже шансов на то, чтобы выжить, будет совсем немного. И ты реально можешь просто бегать по карте, занимать вражеские территории, мешать фарму, где-то делать фраги. И за счет этого давать дополнительное пространство там для СФ, например, если это нужно. И за счет этого просто наращивать преимущество и потом пойти там на 25-30 и закончить. Вряд ли к этому моменту у Талон при такой игре будут артефакты, которые бы могли этому помешать. Ну и центральная линия. Здесь Хайд пришел. Дал пару тычек по вышке. Вышка в долгу не осталась. Да ладно, пару тычек по Хайду. Стардар сейчас шестой, кстати, получает. Буквально через одного крипа у него будет шестой левел. Не дождался немного, просто начал 23 Севеджей избивать. Маны вроде бы немного, но есть возможность прожать стики, есть кларетка в случае чего. Зайц тут вернулся обратно. Можно будет уже какую-то дополнительную агрессию произвести. Ну а вы можете получить бесплатную ставку в 1000 рублей при регистрации Бэтбум. Кликайте на баннер по трансляции и пользуйтесь. Думаю, что Кристаллис устраивает этому Думу профилактическую закалку. Сейчас он какое-то количество хитпоинтов собьет, получит шестой уровень и уже с Тускаром они там будут более активно действовать. Поймали. Подкоп по двоим. За счет подкопа, конечно, Никс получается у него избежать гибели. Не первый раз уже видим подкоп прям классный в тайминг. Здесь было не очень сложно попасть, но в целом то, что сосредоточен Никс, это приятно. Забавная ситуация на верхней линии произошла, только Слордар начал возвращаться на линию и сразу Дум оттуда убежал. В это время визаж погибает на нижней линии для Марси. Да, для любого персонажа делать киллы на лейнинге это супер приятно, но вот есть некоторые персонажи, на которых ты, ну не всегда, может быть, ожидаешь какие-то киллы до получения шестого уровня и, наверное, Марси это один из тех персонажей, когда там подставляется визаж, то ты улыбаешься, когда делаешь такие киллы. Уже шестой уровень Марси получает недолго и до седьмого. Может быть, кстати, это был ранний шестой уровень для Марси и она как раз под ультимейтом и убила этого визажа. Видимо, что ультимейт в откате. Ну и самое неприятное, что саму Марси здесь взять довольно тяжело. То есть нет каких-то быстрых таргетированных дизейблов для того, чтобы можно было зафиксировать персонажа. Да, понятное дело, сейчас там появляются совсем скоро горгульи, но горгульи пока долетят, пока сядут, ты всегда можешь уйти куда подальше с ребаунда. Вот тот самый дизейбл подходит в виде Никса и его стана. Ну, Пупей в довольно стандартной для себя манере. Мы знаем, что это довольно жадная пятая позиция. Спокойненько качает лесочек, понимая, что на других линиях в целом все комфортно. Первые три на Творце сейчас за коллективом Сикрет. Ну, видим мы, что талоны сконцентрировались на нижней линии. Жмут они скан, никого здесь не находят и будут забирать эту вышку. Слардар уже в это время атакует топ-вышку. Думаю, тут будут какие-то зеркальные размены. Но тут три героя с Омоном и Гаргулиями пушат несколько быстрее. Но Слардар смог разменять строение, потому что он там уже давно находится. Не первый заход его на эту вышку был. Ну, Пупей. Лесочек подкачал. Медочек подкачал. Ну, такая энергичная цемка получается. По-любому бахнув торнадо. Какой-нибудь апельсинковый. Или, может быть, кокосовый. Кто знает. Кристал Мейден. Пятый левел по итогу. Ну, мы знаем, что Кристалка в какой-то момент, если будет достойно фарма у нее, может и перевернуть драку. Там вот этот стандартный набор. Шард, Даггер, БКБ. Продолжают немного подкармливать Кристаллис, а у Дума, честно говоря, там не так радужно дела идут. Десятая минута. Только у него на 10.40 появляется Медас. Сразу он его использует. Сейчас, конечно, скорость фарма увеличится. Но мог быть там на минутку-другую этот Медас и побыстрее. Ну, довольно забавная ситуация в том плане, что мы, даже думав с третьей позиции, привыкли видеть в топе по Нетворсу. Просто за счет Деваура, за счет того, что Медасик появляется довольно быстро и так далее. Здесь же Дум Кэрри вот отстает от Слардара на 500 плюс золота. Хотя, с другой стороны, Слардар так тоже Кэрри. Вообще, забавная мета. Думаешь, Дум Слардар. Вот так вот думаешь, ну, тройка и тройка. Нет, Кэрри, Кэрри. Угу, появился там уже Мому Слардара. Так, не жадничает Сэвэдж, Дум, на Тускара. Вадиблочи тут Кью. И, конечно, должен умирать тут Заяц. Ну, а что жадничать? Это Дум. Команда пока каким-то активным действием не готова приступать. Нажал долгую кнопку, заработал немного Нетворса, продолжаешь фармить. У Кристаллиса уже Мом есть несколько минут. Стремится он к Блинк Даггеру, потом, я думаю, мы увидим Блокинг Бар. Ну, и какую-то, возможно, Кирасу в дальнейшем. Окей. Рискует сейчас тут погибнуть. Неподалеку есть Миша. Засейвит ли он ЦМку, пока непонятно. ЦМка живет все еще. Да, ЦМка и продолжает жить. Ее добивает, по-моему, маленький големчик от Хайда. Но, тем не менее, это очень неплохой размен все равно. Два в один. И сразу на Рошана. Вот ультом от Резоля будут пытаться бить. Да, ульта от Резоля, ульта от Кристаллиса. Ниш тоже наваливает довольно качественно. Ну, Зайц подошел, клэпнул Рошан, но зато таксин работает. Очень быстрый Рошан. И по времени это 12.30. И по скорости прям среагировать было крайне тяжело, при том, что только что фраги были сделаны. Да, знаешь, и, конечно, такой ранний Рошан, он очень много опций, открывая там и второй Рошан Ресницы пораньше, и третий Рошан Ресницы пораньше. И у Сикрет, даже если у них не получится жестко сдоминировать в мидгейме, там уже к 30-й минуте они обрастут какими-то аганимами с этих Рошанов, и это, конечно, будет значительное усиление. Ну и опять же, то, что есть сейчас Аегис на Анише, открывает ему доступ к довольно активному, более такому опасному фарму. Кристаллис тут реализовывает свой новополученный Блинг Даггер, очень быстрый фраг на Визаже, опять же, тир-1 Вышка рискует сейчас отвалиться. Видим, пока что по всем фронтам Сикрет впереди своего оппонента, мы, в принципе, так и предполагали, что Сикрет могут играть через темп, могут начать довольно ранено агрессировать на противников, и там не будет достойного ответа. В боте нашли тоже Хайда, тут очень больно, очень быстро, очень в таверну. Слардар, кажется, решил Аганим себе фармить. Да, Аганим в квикбайе у него, ну, тоже хорошая шмотка. Увеличит его танковость и какого-то потенциала. Так, тем временем, резолюшен на Севаджа. Севаджу приходится откидываться думом и не спасает его это. Нет смысла откидывать дум, когда Марси уже прожал ультимейт. Никак это тебя не спасет. Тем более, что Марси абсолютно все скиллы потратила до того, как дум прожал ульт. Такое, видимо, был уже ульт-отчаяние. Ну, теперь долгой кнопки нет, опять же, и Сикрет вполне могут воспользоваться этим, захватив еще больше вражеские леса. Может быть, даже зайдя на Т2, с учетом наличия Аегиса у СФ еще для с половиной минуты. Здесь прыжок Иньча живет чуть дольше, чем планирует оппонент. Кстати, неплохой размен по итогу получается. Слардар не ожидал, видимо, что Иньча так долго проживет. Ниша, пошел ультимейт. На развороте начинают пинать дума дум уже в таверне. Ну и все остальные смогли отойти подальше. Вне опасности сейчас находятся. Да, Тильтуха, конечно, на керри думе вот так вот два раза подряд умирать, только он начинает вырываться в топ по Нетворсу и тут его два раза подряд останавливают. Сила, наверное, этого Кордума отчасти в его Нетворсе, когда он получает там ранние блинки, блокинг бары, потом может быть какая-то Шива, Кераса, не знаю, в отдельных матчапах может быть какая-то Алибарда. Ну и тут Никс промахивается импейлом, ну, даже если он попал, не сильно бы это как-то повлияло на результат. Мне так нравится смотреть на Пупея, как он фармит. Вы, кстати, можете даже на ухо посмотреть на Пупея, там и Киберспорт показывают, и, в принципе, отличное качество и много разнообразного контента. Нравится мне, что команда где-то там дерется, Пупея спокойно фармит себе верхнюю линию. Но Пупея начинает выходить, где-то под ним Никс, Пупея аккуратно отошел в лесочек, подтянулась команда, забрали Никса. Такой, знаешь, максимально король ситуации. Да, секреты грамотно все по макро делают. 16-ая минута уже спушили тавер в топе, забрали аванпост, начинают поджимать из своего леса противника. кипя и поймали, напрыгиваются на него Марси и показала Марси свою кунг-фу, оказалось, оно сильнее кунг-фу визажа, ну а секреты уже вовсю кушат. До визажа и кунг-фу какого-то нет пока, 6-300 на Творсо, ему нечем, нечего показывать, ну горгульи может показать, но они не то чтобы прям очень страшные. Ну и вот, опять же, секреты берут те артефакты, которые позволят им вот прямо сейчас идти и давить. Мы видим ранние БК-бэхи, мы видим, ну вот СФ манту себе взял, чтобы в случае чего иметь возможность дисплеить там какую-нибудь гадость из себя, там поймали как раз одну горгулью, судя по всему, шлепнули. Улетит ли вторая? Шансов немного. Так, перекинули горгулью, провели отдыхать. Заканчивается действие гиды, но опять же, в это время обычно забирается только Рошан. Там 17-ая минута, вот так, успеют ли по таймингу 5 секунд до дропа Аегиса. А СФ, кстати, может и погибнуть здесь. СФ понимает, что ему кажется не жить, пытался как можно быстрее помереть, но не удалось ему это в итоге. Аегис закончился, СФ умер, Таск тоже умер, зацепили еще и Пупея, и это очень неплохие три фрага получаются от Талон. Попытался здесь Пупей до конца отыграть этот момент, но Слсамшин закончил жизнь. Да пожадничали, пожадничали, Сикрет, видимо, на реплее, что могли они отойти, много ставить просто иллюзии фармить ниша, отойти немного в бэтлайн, дождаться конца Аегиса, перегруппироваться, может быть, навязать трап где-то на своих вардах, и по итогу такая наглость обернулась смертью трех персонажей. Буквально секунды не хватило действия Аегиса. Через секунду после дропа Аегиса помер СФ. Ну, либо так все круто смогли сделать Талон. Мсят теперь, кстати, за прошлые заслуги своему оппоненту Team Secret. Забрали Думу в очередной раз. Там еще, когда забирали вот СФа на центральной вышке, отметим, что классно получилось стянуть торнадо Совуха под стан Никса. Такие вот микромоменты, они, конечно, всегда доставляют удовольствие. Пытается микота нафармить себе Бику. Кристаллис пощадил тут Никса. Полагал он, что еще какие-то персонажи будут, а вот Тускар. Ну, Тускар развлекает, мастер по развлечениям. Просто под Т3 при живом Т2 прыгают Сикрет, ничего не стесняются, но команда подходит, собственно, на второй Т2 тоже недолго останется на этой карте. 75 на 25. При том, что разница в Нетворсе всего 4000, это довольно серьезная цифра от Дота Плюс. Но мы понимаем, что и по карте, и по игре в целом Сикрет, конечно, сейчас посильнее выглядит. Вообще, уже через минуту может появиться Рошан. То есть, это бонусный шард для кого-то и ну, будет еще один Аегис. Могут ли подраться талон на этом следующем Рошане? Вот вопрос. Как ты думаешь? Знаешь, вопрос такой риторический, ну, конечно, могут, но пока... Успешно могут они там подраться? Я честно скажу, я пока не вижу никаких опций. Темпларка решила скипнуть Black King Bar, а вот что мы не можем скипнуть, так это коэффициенты от нашего генерального партнера Bad Boom. 1.06 на Team Secret, 8 на талон. И помните о том, что вы можете получить фрибет в размере 1000 рублей по промокоду IN22, вся информация по баннеру под трансляцией. На самом деле, как бы, коэффициенты нам говорят, что талоны не могут подраться на Рошане. Хотя, ну, если где-то, когда-то что-то и менять, то это именно в таких драках, в Рошпитах и так далее. Что выиграешь драку на Рошане, забираешь Аегес, спушишь где-то еще там вышку лишнюю, и вот уже в принципе какой-то доминировки. Какого-то серьезного доминирования это и нету. Это были горгульи? Да. Как так вообще получилось-то? Они расклеились, это бумажные. Бесконтрольные горгульи, при том, что есть ли новые вообще у Визера? На самом деле это бумажные горгульи, вот, они там, знаешь, порвались в натисках Слардара и Марсе. Забавно. 4 тысячи, тем не менее. В первую очередь такое небольшое преимущество, казалось бы, держится за счет Дума, который, несмотря на то, что фармит, несмотря на то, что погиб уже несколько раз, фармит все равно очень уверенно. 1-5-2 вроде бы на Думе, но все равно он отстает всего лишь на полтысячи от ССФа, которые так всю игру фармят. Здесь шикарный бьет на Виза же. Прокатывается Заяц практически по всей команде талон. 23 Севач пытается под БКБ уйти, его просто Резольт только под БКБ бьет. Не хватает немножко скорости передвижения. Никс классно подкапывает своего оппонента, давая возможность уйти кэри. Но, тем не менее, два фрага были сделаны в размен лишь на способности. Слардара появляется заветный Аганим Скипетр. Минута до основного таймера Рошана. Микота тут затихарился немного, может быть. Ну, не надо, не надо, не нападай. Ну, а что? А что ты ему сделаешь? Он в Мелдзе. Вот дальше бежать, очевидно, не надо. Просто у Марси нет ни БКБ, ни ультимейта. У Марси Солд никак не справится с Микота. Кристаллист практически успел. Очень близко. Мог быть наказан. Микота сейчас за свою наглость. Будут, я думаю, сейчас захватывать Сикрет и Лес оппонента, выходить на Рошана. Уже там ЦМ-ка стоит ходячим вардом в Рошпите. Зайц разведывает обстановку. Есть у Сикретов, конечно же, тайминги этого Рошана. Готовятся они его моментально стирать. Есть там скан от команды Дайр. Они понимают, что Сикреты дожидаются следующего Рошана. И в очень классный тайминг под этого Рошана как раз появляется БКБ у Ниши. Это может быть очень важным приобретением сейчас. Решил, кстати, даже не раскрываться просто так. Сразу дал стан. И этого дэмэджа может не хватить. Теперь Зайц выжил слишком долго. И есть возможность на развороте что-то сделать. Марси правда получила Doom. Драться некоторое время не сможет. Христалис тоже проседает. SF дает ультимейт чуть-чуть поздновато казалось бы. С другой стороны купей тут тоже рядом раскастовывает свой ульт. Хайт. Драка которая пока непонятно к чему приведет. Опять же и те и те еще могут драться. Особенно если не откиснет сейчас Хайт. А он успевает убежать подальше. Очень немного здоровья но живой. Почему эта драка приведет к тому что не Doom в Doom в таверне. Сейчас рестница Слардар подойдет к Рошпиту и собственно заберут Аегис секреты. Решил еще ниши немножко подфармить кентавров. Может себе позволить. Может быть там поймать какого-то загулявшего саппорта. Ну Микота мы видим есть руна хосты и будет он собирать Дейдалус. Вот так вот решил проигнорировать блокин бар. Ну а секреты тем временем легко разбираются с Рошаном. Метка Слардара. Мне в такие моменты как-то даже обидно за Рошана. Но вот ты самый мощный мужик на карте. Ты появляешься там раньше героев. Герой только спавнится ты уже стоишь. И тебя забирают просто приходят какие-то ну какие-то малыши и забирают тебя за две секунды буквально. Ну что такое? Да, ну их пять. Ну ну что такое? Ну пять ну и что? Ну кто не такие? Посмотри на девочку СМ что она может сделать Рошану? Что есть что нет? Ну ладно. 7000 преимущества тем временем у нас уже на команде секрет по золоту. и ребята как будто бы не планируют сбавлять обороты с очередным Аегисом могут позволить себе спушить еще что-то интересное. Стакуются на топе. На топе из интересного территория вышка так-то. Да и под пассивкой ниши будет эта вышка очень быстро расклеиваться. Заставляют они стянуться талонов. Получает Shadowfin стана тут Resolve вылетает Crystallis вылетает. Пытаются отойти всем составом талон но как же тяжело это делать. Resolution просто под БКБ идет и уничтожает Crystallis очередной стан сейчас также может быть. Пуфей довольно севовый для себя расспотовал ультимейт. Кипяй сидит просто в неуязвимости встает тут же понимает что лучше бы сидел дальше в неуязвимости очень быстро разваливается 23 Севач скорее всего не отпустит его даже на хайграунд и ну когда при живых Тир-3 вышках тебя загоняют на фонтан и не дают оттуда выйти шансов на то что ты каким-то образом камбэкнешь уже практически не остается. Ну вот смотри вот мета такая вот Керри Дум взяли они Керри Дума юзает этот Дум юзается в Shadow Finder у которого Аэгис и у тебя нет просто еще две минуты долгой кнопки которая вроде как твой геймчейндж абилити и что вот ну ну плохо получается очень сильно ограничились аталоны этим Думом надо было его оставлять на третью позицию вместо визажа добирать какого-то хардкере который возможно бы постоял получше против Слардара или вынудила Сикрета вообще взять другого персонажа а не Слардара такая минутка занудства но не не нравится мне у Талонов важнейший матч понятное дело что Сикреты тут на классе очень сильно разогнались очень сильно играют но некоторые драфты оставляют у нас вопросы используют форсик не допрыгивают 23 на развороте но опять же этот кэрри Дум сейчас не может сделать абсолютно ничего он не наносит физического урона у него ультимейт кдшится невероятно долго и как раз то о чем мы говорили секрет 25-30 минут могут закончить секрет 28 минут они заканчивают эту игру шанс